Сегодня, несмотря на сильнейшее санкционное давление, Белоруссия и Ленинградская область развивают новые направления сотрудничества. Ставка сделана на импортозамещение, и наша страна для северного региона России просто находка в эти непростые для экономик обеих стран времена. Поделиться опытом и рассказать о своем потенциале, где белорусы могут подставить плечо, в Ленинградскую область приехала делегация из Минской области. О направлениях, где белорусско-российский симбиоз может дать прекрасный экономический результат, в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской. Ленинградская область для Беларуси всегда была топовым регионом. По объему товарооборота стабильно находилась на пятом-седьмом месте. Но за последние два года цифры значительно изменились. Если в 2020 году товарооборот составлял 500 миллионов долларов, то сейчас цифра приближается к миллиарду. Как ни странно, такому росту способствовали именно санкции. Чтобы не быть зависимой от иностранных партнеров, Беларусь более 10 лет вкладывала в развитие собственных производств. И сегодня, когда многие западные европейские компании ушли с российского рынка, именно белорусы могут занять их ниши. Так Ленинградская область очень заинтересована в белорусском опыте в сельском хозяйстве. В частности, в племенной селекции и ветеринарии. Если мы до этого с препаратами фактически по Беларуси не работали, то это страничка, которую буквально в прошлом году для себя открыли. Заключили четыре контракта непосредственно со всеми институтами белорусскими по поводу производства медикаментов. Мы отдельно посмотрели на историю по технике. На сегодняшний день Беларусь сделала шаг вперед значительный по поводу техники для обработки земель, уборки. И наши аграрии начали активно пользоваться. Данная техника себя зарекомендовала с лучшей стороны. Одна из важных тем – перерабатывающая промышленность. Учитывая, что наша страна – один из лидеров молочного рынка, белорусская делегация побывала на крупнейшем молочном предприятии Ленинградской области. В год перерабатывает более 100 тысяч тонн молока, а в ассортименте около 150 наименований – от сливок до йогуртов и глазированных сырков. Тем не менее, сегодня в условиях санкционного давления молочников и Беларуси и России волнует одна общая проблема – упаковка. Два сектора – это продовольствие и лекарства. Они вроде бы формально не подпадают под санкции. Но тем не менее, в части программного обеспечения, в части поставок оборудования, каких-то компонентов сырья, давление ощущается. Было поручение нашего президента. Эта история касается и Республики Беларусь. Насколько оперативно мы смогли заместить ушедший с рынков наших стран Тетропак. Обсуждалось все очень подробно, вплоть до каких-то меньших химических компонентов. И оказалось, что да, в течение двух-трех месяцев мы вполне способны импортозаместить даже такие сложные технологические решения. Сегодня у Ленинградской области дефицит дорожной техники. Она просто необходима зимой, когда на дорогах то снежные сугробы, то гололед. Поэтому прямо на переговорах российская сторона попросила более 20 коммунальных тракторов и снегоочистителей «Амкадор». Кроме того, большой интерес и к нашим зерносушильным комплексам. Мы видим, что на самом деле есть огромный пласт вопросов, которые мы могли бы взаимно дополнять друг друга. Как мы для российских предприятий, так и они для нас. А с учетом того, что многие компании уходят с наших рынков, и это может быть неплохо, поэтому у нас появляются неограниченные окна возможностей в сфере импортозамещения. Мы должны двигаться в этом направлении, межрегиональное сотрудничество. Наверное, это то направление работы, которое дает, наверное, максимальный эффект. Также между Беларусью и Ленинградской областью подписаны соглашения о сотрудничестве в образовании, туризме, культуре и сохранении исторической памяти о Великой Отечественной. Минск и Ленинград больше всего пострадали в той войне. Начиная с 80-х, поисковые отряды в Ленинградской области каждый год находят до 10 тысяч останков. Поэтому нам вместе просто необходимо сохранить правду о нашей истории. Дарья Белоусова-Петровская, Александр Любителев, агент статей новостей, Ленинградская область, Россия.